Большое спасибо, большое спасибо. Я очень рада присутствовать на этой панели. И мне очень странно, как академику, вот такие вот завершающие реплики. Конечно, лучше бы это сказал господин Третьяк или господин Ларионов, но что я хотела бы сказать со стороны женщины, что я слышу на каждой сессии. Когда люди говорят о своем собственном опыте, когда это касается страсти, господин Третьяк с такой страстью говорит, господин Ларионов, когда вы говорите о вашем опыте, о своих воспоминаниях, о своем городе, о ваших воспоминаниях о детстве, о ваших героях, это все, чем мы делимся, все мы это разделяем, это наша общая основа. И мы на этой конференции учимся тому, что у нас всех есть что-то общее, и мы существуем в огромной сложной хоккейной сети. И мы понимаем, что в каждой стране есть свои собственные проблемы, задачи, и своя федерация, которая должна работать, чтобы выстроить историю хоккея в этой стране. Но также у нас есть и схожие черты. Это проблемы, которые мы должны преодолеть. И я абсолютно согласна с вами, что с 1972 года вот эти вот сетевые каналы открылись, и федерации в хоккейной семье, с которыми мы общались с первого дня, они смогли обмениваться идеями, и это как раз то, что делает подобный форум. И мой опыт говорит вот о чем. Я была молодая девушка, играла в хоккей с мальчиками в маленьком городке в Канаде, женской команды не было, и с течением времени, когда я развивалась в хоккее, я не вышла в национальную команду, но я стала академиком, я исследую хоккей, и что здесь нужно? Есть большое количество схожих черт во всем мире, в том, что касается хоккейной семьи и проблем, с которыми мы сталкиваемся, и когда мы рассматриваем, как можно делиться информацией, выстраивать игру, и что-то вроде «Хоккей Ньюз», такие журналы, которые разделяют страсти, которые могут объединять идеи, как улучшить игру, и это очень важно. Спасибо вам большое.